24 учителя из 8 федеральных округов страны, победители 4-го всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе. Традиции и инновации». Всех их принимают в Москве, а награждают лично председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр просвещения Ольга Васильева. Что вошли в число лауреатов, конечно, знали. Но вот кто какие места занял, до последнего держалась в тайне. Этот конкурс, организованный фондом «История Отечества», уже успел стать популярным и снискал славу Нобелевской премии для учителей истории. Именно история, как наука, говорили на церемонии награждения, наряду с литературой помогает в будущем сформировать личность ребенка. В первую очередь, личность гражданина своей страны. История в школе – это такой предмет, где главную роль, конечно, наряду с качественным учебником, играет учитель. Именно от таланта, профессионализма, мастерства и увлеченности учителя зависит успех в этом большом и важном деле исторического просвещения. Главная цель, напомнили собравшимся, – поддержка талантливых учителей России, будь то преподавателей из Москвы и Петербурга или маленького отдаленного городка. Важно, чтобы педагог сумел пробудить у учащихся интерес к предмету, использовал современные методики работы, мог доступно объяснять трудные вопросы истории. Очень много молодых. Год от года их становится все больше и больше. Это здорово. Но при этом, и вы тоже со мной согласитесь, очень много учителей, которые имеют большой опыт. Для меня это очень важно. Почему? Потому что часто в прессе можно в последнее время услышать фразы о том, что учителя выгорают. И дальше идет через запятую, как и что получается дальше. И вот ваш пример, когда в едином, действительно, конкурсе, в едином творческом порыве есть и молодые, и люди с опытом, это доказательство того, что история любят все. В этом году в конкурсе приняли участие более 500 учителей из 70 субъектов Российской Федерации. Конкурсанты представили методические планы, презентации и видеозаписи открытых уроков. А позже экспертное жюри определило победителей. Всех их наградили денежными премиями и памятными дипломами. Для меня важнейшим, наверное, одним из важнейших направлений в работе является работа с аргументацией и с обращением к архивным источникам. Ну, благо, на сегодняшний момент эта возможность у нас как раз есть и благодаря онлайн-архивам, и вообще архивы активно идут в сотрудничество. То есть для меня самое главное уметь не просто рассуждать, не только свою точку зрения отстаивать, но делать это грамотно и аргументированно. Самое главное, чтобы дети на уроках улыбались, ну или, по крайней мере, понимали то, о чем идет речь, и чтобы урок, который они выносили, был не только, ну вот, именно такой фактический, но и какой-то нравственный. Я очень люблю свой предмет, но опять-таки эту любовь не стараюсь навязывать и там не требую, чтобы все дети знали историю так, как знаю я. Просто акценты, чтобы умели расставлять, приоритеты, это тоже очень важно. О том, как расставлены акценты и приоритеты в историко-культурном стандарте, по которому преподают учителя, говорили уже после церемонии награждения на круглом столе под председательством Сергея Нарышкина. Главная задача понять, как стандарт обучения, по которому идет в школах уже несколько лет, показывает себя в деле. Подготовка концепции сопровождалась широким общественным и профессиональным обсуждением. Главным результатом проведенной работы стал своего рода общественный договор в отношении принципов построения и содержания курса истории в школе. К сегодняшнему дню на базе историко-культурного стандарта подготовлены и, надо сказать, широко используются три линейки новых учебников, прошедших соответствующую экспертизу российского исторического общества, а также примерные основные и рабочие программы по отечественной истории. Проведена масштабная работа по повышению квалификации педагогов, которым помогли перейти на новые принципы преподавания. Внедрение новых учебников проходит поэтапно с 2015 года. При этом еще не во всех школах их используют. В ходе заседания впервые были представлены результаты сразу нескольких крупных общественных мониторингов. В Министерстве просвещения, например, озвучили последние данные по обеспеченности школ новыми учебниками. По стране этот показатель превышает 90%. Но есть и отдельные провальные регионы. Например, в Калмыкии закуплено всего 200 учебников. Это полтора процента от необходимого количества. А в Чувашии новых пособий нет в принципе. При том, что учителя прошли переподготовку и готовы по ним работать. Регионы, которые ниже этого уровня, и деньги находятся в бюджетах субъектов Российской Федерации. Но, тем не менее, ситуация вот такая. Ситуация тем более вызывает опасения, что уже в следующем году сдавать основной государственный экзамен школьники будут по одному возможному варианту, адаптированному под новый стандарт. Россоборнадзор для проведения основного государственного экзамена в девятых классах в двадцатом году подготовил только одну экзаменационную модель, ориентированную на новый учебно-методический комплекс. В связи со сложившейся ситуацией предлагаю сформировать и принять дорожную карту перехода регионов на преподавание по историко-культурному стандарту, включая решение вопросов обеспечения новыми учебниками. И все же стандарт не догма. Он должен идти в ногу со временем и совершенствоваться, говорили участники заседания. Тем более, что судя по проведенному опросу, у российских учителей есть конкретные дополнения и предложения. Например, более 78% педагогов высказались за расширение в одиннадцатом классе преподавания истории 20 века. Еще 62% за то, чтобы раздел о современной истории России довести до нашего времени, включая 2014 год. Есть и другие, не менее важные предложения. Большинство людей высказались за усиление содержания регионального компонента. Это серьезная вещь. Как вы знаете, мы в стандарте, естественно, не могли остановиться на каждом регионе. Я думаю, что это мы должны иметь в виду в наших рекомендациях по всей стране, через министерство в частности, о том, чтобы обратить внимание на региональную сторону дела. Много говорили и о современных методиках образования. Широкое использование медиа-контента просто необходимо. Не только и не столько, чтобы заинтересовать школьников, хотя это тоже важно, сколько, чтобы донести информацию. Ведь современное поколение не расстается со смартфонами, а значит, нужны современные образовательные медиа-платформы с самым разнообразным и увлекательным историческим контентом. Можно было бы в сопровождении со стандартом истории подумать над тем, чтобы Российское историческое общество сформировало такой проект. И я думаю, что эксперты фонда президентских грантов это поддержат с радостью. Для того, чтобы каждый учитель мог адресовать ученика на этот портал. И мы были бы гарантированы, что там будет только информация. Она может быть разная, в том числе и независимость источников, но адекватная с точки зрения интерпретации исторических событий. Потому что мы объективно сейчас уязвимы в этой части. В целом, отмечали эксперты, уровень знаний по истории пока остается неудовлетворительным. Хотя с принятием стандарта результаты ЕГЭ по истории, например, значительно улучшились. Достаточно сказать, что число тех, кто получает на экзамене максимальные баллы, за последние годы увеличилось втрое. А вот введение обязательного ЕГЭ по истории все еще остается предметом споров. А что касается обязательного ЕГЭ, я почему все время повторяю эту фразу, что это необходимо. Потому что, мне кажется, если изучение истории не будет стимулировано отметкой в аттестате и, соответственно, перспективами баллов начисления при поступлении в ВУЗ, то это как раз на добровольной основе этого мало. Это все равно как... Мы же на добровольной основе русский язык не оставляем. Тогда у нас половина будет говорить и писать хорошо, вторая плохо, но это невозможно. Так же и с историей. Нельзя, чтобы часть молодых людей историю знала, а часть вообще игнорировала и не знала ничего. История – это та наука, которая делает человека гражданином. И вот об этом надо помнить. И хотя почти никто не сомневается в том, что обязательная проверка знаний по истории необходима на выходе из школы, все же сама форма этого экзамена – важная тема для обсуждения. Главное, что волнует и учителей, и школьников, как сделать так, чтобы дополнительный экзамен не стал лишним поводом для раздражения абитуриентов и непосильной нагрузкой в условиях, когда все силы брошены на поступление в ВУЗ. Проблема, которая тоже была поставлена, это об каком объеме сдавать. Вот разного уровня вы хотите поступать на ИСТФАК, вы должны быть хорошо подготовлены к обучению. Для вас, конечно, должен быть повышенный уровень, а это ЕГЭ. И это вам придется сдавать в сроке ЕГЭ. А если вы хотите, ну, по-хорошему, да, вот отчитаться за проходимый предмет, вы изучали с пятого класса, да, вы должны каким-то образом это сделать на уровне, который назовем базовым, расширенным, но не ЕГЭ. Сделайте это чуть раньше, в более комфортных условиях, национальных, организационных. Понимаете, вот так, чтобы развести процессы, чтобы не пытаться на ребенка навалить дополнительный груз. В масштабах страны историко-культурный стандарт в целом поддерживается учебным сообществом, и оснований для его пересмотра нет, говорили эксперты. В любом случае, изменения требуют переходного периода, требуют времени. И, кажется, это время пришло. Служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин